Приветствую всех любителей пряностей! Меня зовут Магамурова Анастасия, я руководитель научного центра разработок компании АйДига и сегодня мы поговорим о качестве черного перца. Черный перец горошком использует около 1 трети населения всей планеты. К нам черный перец приезжает из Вьетнама вот в таких полипропиленовых мешках по 50 килограмм. По закупу черного перца мы работаем с несколькими проверенными крупными поставщиками, которые обеспечивают нам высокое качество продукта. Полученный черный перец проходит специальную проверку, после этого он либо фасуется горошком в пачке, либо измельчается на специальном оборудовании. Сейчас я возьму пробу черного перца для того, чтобы проверить его в лаборатории. Считается, что черный перец обладает сильными лечебными свойствами. Например, содержание витамина С в нем в три раза превышает содержание витамина С в апельсине. Перец черный богат витаминами группы В, кальцием, железом, фосфором. В общем, это целая кладезь полезных веществ. Качественный черный перец горошком должен иметь равномерный темно-коричневый цвет, остропряный аромат, острожгучий вкус, высокую плотность горошин, а также размер зерен от 3 до 5 миллиметров. Согласно стандарту, массовая доля примесей в перце черным горошком не должна превышать 3%. Массовая доля плодов, пораженных плесенью, не должна быть более 1%. И массовая доля легковесных зерен не должна превышать 5%. Косвенным показателем качества перца является его плотность. По данному показателю оценивают степень зрелости перечных горошин. Чем выше плотность, тем более зрелый перец, а значит, он накопил больше полезных веществ. На нашем предприятии высшему сорту соответствует плотность 570 грамм на литр. Микропиологические показатели на нашем предприятии определяются современным экспресс-методом посевом на петрифильмы с различной сухой средой. На данных петрифильмах мы определяем обсемененность перца плесенями и дрожжами. На этом петрифильме определяется общее обсеменение перца, а на следующем обсеменение кишечной палочкой. Разумеется, качество черного перца молотого зависит от качества перца горошком. Качественный черный молотый перец должен обладать серым-зеленоватым оттенком цветом и остро-жгучим вкусом. Если цвет перца имеет землистый оттенок, то это некачественный перец. Естественно, никаких посторонних ароматов и привкусов в качественном перце быть не должно. Черный перец хоть распространенная, но очень дорогая пряность, поэтому ее пытаются удешевить разными способами. Обычно ее просто не докладывают в пачке, либо разбавляют с пентом. Это шелуха перца, либо легковесные зерна или плодоножки. Эти примеси, конечно, не опасны, но согласитесь, когда вы покупаете перец, вы хотите получить именно перец. Примеси легко определяются, если развести немного порошка в холодной или горячей воде. Если в смесь добавлен крахмал, то в кипятке он заварится. А если мука, то при разведении в холодной воде будет присутствовать кисловатый запах теста. Качественный молотый перец без примесей дает светлую окраску жидкости, быстро оседает на дно и дает светлый осадок с темными вкраплениями. С выбором черного перца на рынке все просто, так как продукт лежит в открытом доступе и вы можете оценить его на внешний вид и аромат. Хочу вам напомнить, что перец плохого качества при надавливании на горошину легко рассыпается в труху. А вот хорошее зерно раздавить не так-то просто. К тому же качественный перец при надавливании на горошину оставляет жирный след на бумаге. Лично я предпочитаю покупать упакованные продукты у проверенных компаний, качеству которых я доверяю. Но когда мы покупаем пачку перца в магазине, то мы сразу не можем определить его качество, поэтому нужно внимательно изучить информацию на упаковке. Во-первых, смотрим на название. Если это перец или смесь перцев, то на пачке не должно быть написано слово «приправа». Во-вторых, обращаем внимание на знак качества. Уважающие себя компании ставят эти знаки на лицевой части упаковки. Например, это может быть знак «органик», а также знак «гарантия высокого качества». Ну и в-третьих, цена на качественный перец не может быть низкой, так как это дорогая пряность. Покупая дешевый перец, потребители пытаются сэкономить, но на самом деле никакой выгоды в этом нет. Так как если вы положите качественный перец, то его потребуется всего лишь щепотка, в то время как разбавленного перца нужно в разы больше. Выбирайте черный перец с умом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»